Вы думаете, что хотите сфотографировать объект для своего собственного удовольствия, а на самом деле этот объект хочет быть сфотографированным, а вы лишь действующее лицо в его мизансцене. Тайно движимая сама реклама и перверсия всего окружающего мира. Жан Бодрияр, заговор искусства. Совершенное преступление на русском было бы правильнее сказать идеальное преступление, но тогда потерялась бы связь с оригиналом, в котором автор на французском языке обыгрывает глагол совершать и все его формы. Совершенное преступление это преступление без преступника, без жертвы и без мотива. Такое преступление возможно лишь в мире, где нет кожимостей. Вот эти кожимости, которые автор, которые наши переводчики взяли как прочти дословный перевод от слова appearance. Получилось так, что книгу «Совершенное преступление» и «Заговор искусства» Жана Бодрияра я прочитал раньше соблазна. Такая нестыковка возникла из-за того, что я неправильно посмотрел на дату создания соблазна, которая относит нас к концу 70-х, начало 80-х годов прошлого века, а посмотрел на дату перевода, который был как 2000 год. И из-за этой ошибки решил, что соблазн написан позднее. Когда я читал «Совершенное преступление» и «Заговор искусства», меня не покидало удивление. Я сам себе задавал вопросы. Как автор смог в начале 90-х 20 века увидеть все то, что он написал в своей книге? Как он смог развернуть увиденное в текст? Как он смог написать такое и так, что это остается актуальным и до сих пор спустя 30 лет после написания? Читая книгу и думая дальше, задавал себе все больше и больше вопросов. Почему я не вижу того, что происходит сейчас, в начале 20-х годов 21 века? Почему я не могу подняться над суетой и посмотреть сверху на те события, людей, места и так далее? Почему я не могу, а он мог? И он смог это раньше, чем за 30 лет до сегодняшнего дня? Еще в символическом обмене книгу, которую мы разбирали ранее с вами на этом канале, он видел в том, что мир превращается в виртуальный, в том, что реальность заменяется симуляциями и симуляками. Почему так? Почему эта способность видеть, анализировать, сопоставлять, раньше была более велика, чем сейчас? Неужели эти способности связаны с повсеместным распространением интернета и виртуальной реальности? Точнее сказать, утрата этих способностей связаны с этими вещами. Потому что, чтобы видеть, писать, размышлять, нужно отключиться от виртуальной реальности, от интернета, от того потока информации, который засоряет нам голову. И тогда мы поднимемся над суетой, воспарим над обыденностью и сможем увидеть хотя бы часть того, что увидел Бодрияр. А если мы пойдем еще дальше, вглубь веков, то мы можем вспомнить таких писателей, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов, Тургенев, Стендаль, Ремарк, те, которые писали в то время, когда для некоторых из них даже электричества не было, но они создали по 5-10-15 томов своих произведений. Но вернемся к обзору Жанна Бодрияра. Каждая из двух работ Бодрияра и совершенное преступление, и заговор искусства, это компиляция когда-либо выпущенных им статей в прессе. Эти работы Бодрияра напоминают работы Грегори Бейтсона «Шаги в направлении экологии разума» и «Священное единство», которые также собраны из статей, когда-либо написанные Грегори Бейтсоном. Священное единство мы с вами разбирали на канале. А у Бодрияра «В совершенном преступлении и заговоре искусства» повествование соткано таким образом, что автор подвигает читателя от абстрактного к конкретному, от антологической проблематики к социальной философии, к культурологии, антропологии, к вопросам эстетики. Напомню, что вопросы эстетики он поднимал в первых своих двух книгах, это «Система вещей» в большей мере, и в «Критике политической экономии знака». В «Совершенном преступлении и заговоре искусства» Бодрияр продолжает рассуждать об имитационном характере современного общества и протестует против такого положения вещей, протестует против псевдореальности, за которой он видит лишь пустоту. Любые отбросы, говорит он, могут выполнять функции произведения искусства. Вследствие чего любые произведения искусства могут выполнять функции отбросов. И тут он практически в этих работах строит свои рассуждения вокруг Энди Уорхола и его банана, который представляется как картина. И он говорит Бодрияр, а не Уорхол, что искусство становится сборищем отбросов. С момента выхода книги, как я уже говорил, прошло 30 лет и то, о чем писал Бодрияр, актуально и сейчас. Образование через интернет, симуляция образования. Работа через интернет – симуляция работы. Отношения через интернет – симуляция отношений. Еда через интернет – такого пока еще не придумали. Придумали только доставку. Однако, кто знает, что будет через десятилетие. Может быть придумают какой-нибудь телепорт и установят его прямо в наши желудки, чтобы доставлять нам еду по одному щелчку мыши. Это был краткий обзор двух произведений Жанна Бодрияра «Совершенные преступления» и «Заговор искусства». Я читал это вот в таком тонком переплете. Здесь чуть более двухсот страниц. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях и мессенджерах с теми людьми, которым оно могло бы быть интересно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!